Пока россияне делом занимаются, прозападные языки болтают про какую-то дикую отсталую страну. С древних времен напущенная Европа считала Русь своей окраиной, при этом мечтала выдать своих принцев за богатых россиянок. С 11 века Запад пел о плохом вооружении россиян, но закупал у них шлемы, кольчуги, булавы. До 13 века короли Европы подписывали документы крестиком, а безграмотная Русь свободно читала и писала. В средние века старый свет с аппетитом трескал российскую икру, мед и гречу. Закупал у лубочной России бумагу, ружье, жемчуг. К 18 веку варвары из России могли любому дать фору в науке, дипломатии и искусстве. В середине 20-го челюсти врунишек поползли вниз. Слаборазвитая Россия стала ядерной и космической державой. Современная Россия по-прежнему кладет на слухи. У нее экспорт растет, наука развивается, новые технологии создаются. У россиян попросту нет времени на пустые заезженные сказочки.